Мы с тобой начнём нашу работу. Так, я тогда включаю запись. Давай. Ну, вообще, тем, кто будет слушать, добро пожаловать. Привет, привет. Спасибо, что пришли на наш подкаст. Меня зовут Алиса. Я являюсь ведущим и мастером игры «Основной инстинкт». Игра о сексуальности, игра о том, как вкусно жить. И мой соведущий, который любезно предоставил мне второе мнение своё, Эмиль. Да, здравствуйте. Я принимал участие в этой игре. Она мне очень понравилась. Всем советую. Кто ещё не играл, вам стоит попробовать. Да, я преподаватель английского. Может быть, какого-то сильного отношения к теме секса нет, кроме практических умений, конечно же. Но мне бы очень хотелось это обсудить, потому что я считаю, что тема стоит того, чтобы о ней разговаривать. Ну и вот как раз тема сегодняшнего выпуска, почему вообще, зачем стоит разговаривать о сексе и стоит ли вообще. И, конечно, поскольку я завела эту тематику, я считаю, что разговаривать стоит. Почему? Потому что я всегда определяю для себя это как некоторую степень свободы. Если человек говорит о сексе, значит, он достаточно свободен, чтобы вообще, в принципе, упоминать об этом. Потому что у нас, особенно на территории России, эта тема очень табуирована. Да, ну я с тобой согласен. Мне интересно, почему так случилось. Ну то есть, а что в этом такого? Но как бы наши родители все занимались сексом, но почему-то об этом действительно не принято разговаривать. То есть, может быть, есть какие-то культурные аспекты, то есть, какие-то психологические вещи, почему это, не знаю, грязно, не принято, некультурно или что? У тебя есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Почему так сложилась ситуация? Слушай, я думала, на самом деле, сегодня утром об этом, и я такая подумала, что, допустим, в средние века, да, заболевания, например, были, заболевания, передаваемые половым путем, они не лечились, их невозможно было вылечить. Я помню, когда я в первый раз увидела картинки сифилиса, когда там уже провалившийся нос, все эти язвы, это меня сподвигло на использование презерватива прям сразу. А в средние века, получается, их невозможно было вылечить, да, так как сейчас это распространено. И, возможно, поэтому, ну, отчасти, это одна из мыслей, что невозможность вылечить, проще было, допустим, не заниматься сексом, чем потом лечиться очень долго. Как один из аспектов? Да, ну, смотри, средние века, ну, то есть, вообще два варианта, у меня две мысли появились по этому поводу. Я думаю, что в средние века очень слабенькая была причинно-следственная связь между половыми отношениями, заболеваниями, судя по тому, что они считали там причину чумы миазм, это газы, выходящие из земли, то есть, о микробах, о вирусах даже речи не было тогда. Это первая мысль, а во-вторых, то, что, ну, взять Голландию, которая тоже через средние века проходила, и, в принципе, сейчас там довольно свободная культура именно отношений, секса, то есть, вот этого, то есть, может быть, это все-таки связано больше с нашим культурным кодом страны, да, то есть, Россия, как последовательность Советского Союза, потому что в Советском Союзе, как говорят, не было секса. Как тема для обсуждения, наверное. Нет такого у тебя ощущения? Ты знаешь, мне кажется, это еще, если рассматривать конкретно Россию, исходит из того, что секс — это то, что происходит между двумя людьми, ну, двумя или более людьми, в достаточно такой закрытой обстановке, в обстановке, когда они, по сути, максимально открываются друг к другу. Да. И в этой обстановке, то есть, они наиболее раскрыты, наиболее, опять-таки, свободны и могут взаимодействовать, как им хочется, как они считают нужным, без внешнего контроля. А СССР — это же про контроль. Да, да, это точно. Контроль всех, всего, вся. Да, да, да. Вот этот вот запрет, ну, то есть, такое тяготение контроля над всеми сферами жизни, мне кажется, сказалось, что он в себе и на сексе. То есть, секс как свобода мысли, да, то есть, хотя бы в постели советские граждане могут не любить партию, а любить друг друга. Вот, получается. Как ты круто сказал. Спасибо. Окей, да, то есть, действительно, я с тобой согласен, то есть, это тот момент, где хотя бы где-то, да, можно позволить себе. Ну, и тем более, когда нету, наверное, публичного обсуждения вопроса, и ты понимаешь, что тебе нравятся, ну, казалось бы, очень странные вещи, да, когда тебе там здесь целуют, не знаю, говорят, ты понимаешь, господи, что же я за коммунист такой? А вообще я нормальный? Да, 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 да. А что об этом скажет Сталин? Ты такой портрет Сталина над кроватью, да? Ты не смотрел сериал «Дрянь»? Нет. Нет, очень прикольный сериал. Слышал про него. Да, потому что там был момент, когда главный героиня начинает целоваться со священником в церкви, и у него, и там падает крест, по-моему, вот, то есть, как бы такой, Иисус смотрит на тебя. И вот этот, у нас же СССР, ну, то есть, партия заменила же, по сути, религию. Да, есть такая тема. И я читала, я не знаю, насколько это актуально, насколько это достоверно, что в России, там, в Древней Руси, по крайней мере, в деревнях, были такие достаточно свободные отношения, то есть, не придавалось такого вот значения, какого-то там, прям сакрального, какого-то там, не было вот этого табу. Ага, да-да-да-да-да. И оно пришло уже гораздо позже. Я с тобой согласен, мне даже появилась мысль о том, что наше с тобой размышление может пойти в ту часть, где мы с тобой размываем духовные ценности. Разлагаем. Разлагаем общество. Разлагаем общество изнутри. Да, может быть такое. Действительно, я с тобой согласен, потому что даже сейчас, думая об институте отношений, брака и секса, ты думаешь, что что-то какое-то, оно все искусственное. Ну, то есть, говорят, то есть, духовные скрепы, это мужчина, женщина, семья, у них маленькие дети, детишки, да, то есть... Всем лучше. Да, но... Если это считается естественным, то тогда людям лучше не стоит. Ну, типа, смотреть на то, как история до этого строилась, потому что мы понимаем, что как раз-таки это неестественно, то есть, это искусственно созданный социальный конструкт. Который не управлять. Да. Семья должна быть такой. Не такой. Нет. Нет. То есть, есть рамки. Вот. Это естественно. А все, что остальное, то есть, один процент нормально, девяносто девять процентов, это все, короче, там, безумие сплошное, разврат, садомия. Да, да, да. Да. Я понимаю, что в такой атмосфере, довольно токсичной, ну, действительно тяжело обсуждать, говорить о сексе, лучше об этом не говорить. Да? Ну, у нас, мне кажется, знаешь, я могу сказать, по крайней мере, по своему опыту, что когда я начинаю затрагивать эту тему с мужчинами, да, они такие, хоп, глаза горят сразу, и они готовы обсуждать. И когда видишь, как они загораются, ну, то есть, мне, я могу сказать, что несмотря на то, что я веду игру связанной, ну, о сексе, о сексуальности, я могу разговаривать об этом абсолютно спокойно. То есть, я не возбуждаюсь, да, я, ну, параллельно, это существует параллельно, разговор о сексе и моя сексуальность, мое возбуждение. А мужчины, они прям вот готов, они как будто бы ждут этого, как будто они, с ними настолько, ну, то есть, они настолько этого не получают, ну, по крайней мере, тех, с кем я разговаривала, что они... в смысле, не самого секса, обсуждения о сексе. Даже, даже, да, даже какого-то обсуждения, просто высказать, что я хочу, вот этого, мне нравится вот это. И когда они видят, что их хотя бы выслушали, без осуждения, без какого-то, с тобой что-то не так, без оценки, да? без оценки, да? Да. Они прям, я не знаю, мне кажется, чувствуют такое облегчение. А с женщинами, ну, по крайней мере, у меня почему-то, я отметила, что многие даже не хотят говорить об этом. Хотя это важная часть жизни. я не знаю. Действительно, действительно, интересно. Я могу сказать, что, помнишь, у нас были мероприятия в английском клубе, посвященные сексу, и на них, как ни странно, всегда довольно много людей приходило, потому что, ну, неформальная обстановка, практика английского языка и довольно безопасность. Да. Безопасность, мне кажется, один из ключевых моментов здесь. То есть, ты можешь говорить о том, что, ты даже можешь говорить на эти темы немножко отстраненно от себя, но как бы ты подразумеваешь, что ты про себя говоришь в этот момент. То есть, я могу сказать, что интерес действительно есть. Вопрос в том, чтобы создать условия для того, чтобы делиться этими вещами. И это в том числе доверие, то есть, к людям. То есть, само собой, не со всеми. Ты с первой встречи на улице не будешь говорить, слушай, а вот тебе какие-то нравится мужчина или женщина. Ты вообще любишь, что я тебе там не знаю, что-нибудь щекочу. То есть, действительно, доверие. И я понимаю, что здесь много, вот в плане чувств, много, наверное, стыда какого-то. То есть, я не такой, как все, что-то не так. Вязнь и осуждение. А вот когда ты говоришь, что с мужчинами разговариваешь, во-первых, а им приятно, потому что девушка с ними об этом говорит, да, то есть, им же интересно, а как же размышляет второй, на другой стороне, да, с женской стороны. с мужчинами. Мужчины обсуждают именно такие мужские вещи. А как там вот в этом неизведанном мире женского восприятия отношений и секса, да, как это работает? Конечно же, это интересно. А почему с женщинами так происходит? Не знаю. Я, ну, вот из моего опыта тоже разговор с женщинами, ну, тоже довольно интересно, как это восприятие. Конечно, немножко стесняются люди поначалу, но потом, когда раскрываются, прям чувствую, что огонек-то горит, как ты сказала, да, в глазах. Ага. Ну, я еще, кстати, я тут на днях нашла подкаст, который называется «Не туда». И там... Да, клевое название. То есть там разговор, там ведут его двое мужчин, и, соответственно, разговор с мужской точки зрения. Ага, а сексе. Да, это было очень прикольно, и один из них, сказал такую фразу, что было бы очень круто, если бы мне кто-то раньше сказал, то есть, когда мне там подростковый период, что женщинам тоже нравится секс. тоже нравится секс. Да. Да. Это очень важная мысль на самом-то деле. Ну, честно сказать, когда ты знакомишься с подобным творчеством, скажем так, в детстве, тебе кажется, что женщины очень неприятно, судя по тому, как она кричит. Нет! Я думал, бедные женщины, что же мы за звери такие мучаем, бедных людей. А потом, действительно, да, потом ты понимаешь, что, в принципе, это и неплохо даже. Все приходится опыта. Да. Ну, вот, знаешь, мне кажется, мы сейчас затронули важную тему просвещения, то есть, именно образования, да, то есть, я понимаю, что мы немного скотчим, конечно, с темы на тему, так что давай ты, как ведущий, скажи, пожалуйста, чтобы тебе самой было интересно обсудить, может быть, немножко дашь направление, а мы с тобой пойдем. Ну, вот смотри, я уже озвучила то, что для меня разговор о сексе это определенная степень свободы и, как ты правильно сказала, доверие. Да. И я вообще думала о том, что о сексе важно разговаривать даже в первую очередь, наверное, с собой. Я вообще выделяю несколько, скажем так, объектов разговора. Это я сама, мой партнер, затем, у меня пока нет детей, но с детьми обязательно важно разговаривать о сексе. Интересно. И затем уже все другие люди, друзья и, допустим, собеседники какие-то, да. И на каждом из этих уровней, как мне, по крайней мере, кажется, очень важно их определять для себя, эти уровни. И почему важно с собой разговаривать? Да просто для того, чтобы понимать, что я хочу, а хочу ли я этого сейчас. Да, 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 да. ещё у меня возникла такая мысль по поводу безопасности. Да. Потому что очень часто, ну, по крайней мере, я говорю, во-первых, и о себе, и о каких-то своих знакомых, что девушки соглашаются на то, что им не нравится. допустим, оральный или анальный секс, я морщусь, но глотаю. Это я не при себя, это я говорю от каких-то вот отзывов. Понимаю. Если тебе не нравится, да, если девушке не нравится, то, ну, мужчина, конечно, удовлетворит свою потребность, но кайфа, мне кажется, он получит меньше. Ну, конечно. Я, насколько знаю, что если девушке кайфово, если она реально кайфует, не притворяется. Мужчине это в несколько раз круче. Даже если он не сделает все, что хочет. Конечно. Ну, потому что, действительно, скажем так, степень удовлетворения твоего партнера, это как бы получается, что отражение твоего собственного, ну, как бы, навыка, что ли, или твоей крутости, ну, если брать мужскую парадигму, да, то есть отношение, к сексу. То есть, действительно, если девушке самой нравится, то и тебе тоже так, слушай, я неплох даже, то есть, как-то даже хорошо получается. Это раз. А вот, возвращаясь к теме безопасности, действительно, очень согласен, вот мне даже хотелось эту мысль, ты меня переделал, ты меня поймала, о том, что спрашивая себя, то есть, действительно, нравится ли тебе, да, комфортно ли тебе, чего ты хочешь, то есть, про что это получается, как это можно характеризовать. мне кажется, понимание себя, своих желаний, своих потребностей, и поскольку они нестабильны, то есть, они не законсервированы, они же меняются каждый раз. Сегодня я хочу, чтобы меня погладили здесь вот так, а завтра я хочу, чтобы меня покусали там. Да. И это постоянное, получается, прислушивание к себе. Да, прислушиваться к себе, понимать себя, да, эти... Да, да. Еще у меня возникло вот в плане именно безопасности, это же не только про девушек, то есть, сейчас, скажем, девушка может вполне обвинить своего партнера, что она недобровольно согласилась. Вот. Поэтому безопасность важна не только для девушек. Слушай, действительно, да, то есть, это действительно, мне кажется, актуальный вопрос именно в наше время, потому что сейчас понимаю, что никто не в безопасности, то есть, а ты пойди докажи, да, что все было именно так, как ты говоришь, да, а не так, как говорит твой партнер. То есть, действительно, ставки повышаются, то есть, в каком-то таком смысле. Мне кажется, что секс имеет свою стоимость не выраженной в деньгах, а, скажем так, это риски, это действительно риски, это физические, это психологические риски, иногда это даже риски свободы жизни, то есть, вот как-то так, а может быть, угроза для жизни, то есть, поэтому об этом стоит говорить, да, мы же говорим не про то, как попкорн готовить или сладкую вату, мы говорим про серьезный аспект жизни, тем более, что может быть бывает секс ради отношений, но секс, он биологически все-таки для воспроизведения рода, то есть, для продолжения его, то есть, насколько это важный аспект жизни, почему мы как бы его игнорируем, хотя очевидно же, что это не приносит какой-то пользы, наоборот, становится только хуже, из-за того, что мы замалчиваем такие важные вопросы. Согласна. Да, да. И, опять же, если говорить о безопасности, я думаю о том, насколько важно разговаривать об этом с детьми, потому что, если, опять же, не разговаривать об этом с ними, то ребенок не понимает, что если к ним, если его даже просто трогает другой человек, не обязательно в сексуальном плане, но он сопротивляет, ну, то есть, ему на самом деле этого не хочется, да, размываются вот эти границы, и человек приучается терпеть, и впоследствии это может выразиться в то, что когда другой человек именно вот эти границы сексуальные перейдет, ребенок будет продолжать терпеть. Это верно. Ну, и плюс ко всему, понимание своего тела, понимание того, как оно работает, то есть, я, например, узнала, ну, допустим, о сексе месячных из газеты SpeedInfo. Я не знаю, ты, наверное, не в курсе, что это. Я знаю, что это за газета, мне очень нравились ее обложки всегда, но я не решался, не решался читать ее. Эмит, какой ты послушный. Слишком хороший. Ну, я просто думал, я куплю чуть чипсов, поем. У меня родители покупали, поэтому они причастны к моему просвещению локально. Понятно, понятно. Это очень важная мысль, то есть, мне кажется, граница, да, то есть, то, о чем ты сказала, то есть, умение говорить нет, а умение дать человеку понять, что ты не будешь этого делать, потому что ты не хочешь этого делать. Я очень соглашусь, что это важный навык, и, к сожалению, у меня он выработался не так рано, как мне хотелось бы, то есть, у меня такое, я не говорю про какое-то сексуальное насилие, что-то, а именно вообще по жизни даже, просто говорю, что я не хочу это делать, потому что мне не нравится это, но не хочу я это делать, потому что часто в ход вступают манипуляции, думаю, в том числе и в сексуальных отношениях, типа, а ты что, меня не любишь, а ты что, не хочешь сделать меня счастливым, причем даже иногда об этом не проговариваться вслух, просто сделаю такое лицо, ну, понятно, ну, и все ясно с тобой, то есть, даже, то есть, это такая прямая психологическая манипуляция, сделать то, чего я хочу, да, если ты хочешь, чтобы я был счастлив, тебе нужно сказать, нет, иди нахрен, жди, пока мне не захочется, либо сделай для того, что-то, чтобы мне стало от этого, ну, не больше этого хотелось, приятнее, вложи какое-то усилие, чувак, девушка, не знаю, кто угодно, или если нет, означает нет, то пытайся, не пытайся, ответ будет один и тот же, то есть, это важно. Ну, тут, знаешь, еще очень такая прикольная штука, что, опять же, относительно свободы, у меня часто бывало такое, что, когда я влюбляюсь, мне хотел, мне хочется, чтобы мой партнер мне принадлежал полностью, ну, это совершенно другой человек, и вот здесь важно, опять же, границы, да, слушать, что тебе говорит человек, если он не хочет, ну, ну, сорян, как сказал Аршавин, ваши ожидания, ваши проблемы. Все его очень сильно после этого критиковали, я был один из тех, но я понимаю, что, в принципе, то он прав. по большому счету, да. Это неприятно слушать, но там контекст был другой, конечно, я немножко съезжаю с темой, да, я понимаю тебя, действительно. Да. Но, мне кажется, это уже немножко другая тема, то есть здесь уже такое вот обладание своим партнером, то есть ты мой, моя, да, и ты мне принадлежишь. Для меня осознание того, что это нифига не так, было довольно болезненно, сразу скажу, потому что ты тоже начинаешь обижаться, в смысле нет. В смысле что? Да, в смысле ты не моя, не мой, да, какого черта? Мой же вроде бы. Вот. И именно поэтому, мне кажется, разговор о сексе, он, скажем так, это для меня, сейчас сформулирую мысль, поскольку у нас все взаимосвязано, в принципе, все сферы жизни, да, и все вокруг, если я не могу чего-то делать свободно вот здесь, говорить спокойно о том, что мне нравится, как мне нужно ласкать и так далее, или что я не хочу вот этого, это в большой степени означает, что я делаю то же самое, в другой сфере жизни, то есть я забиваю на свои желания в работе еще где-то, я не говорю, что я не хочу этого делать, да, или я иду туда, куда мне не хочется, просто потому, что я привыкла. Прикольно, то есть секс, сексуальное отношение как отражение, да, вообще отношения к жизни, как какой-то психологический паттерн, как закономерность, то есть, если у тебя есть проблема, да, в сексуальной сфере, ну, какая это психологичность, то возможно, она уже пустила корни, либо наоборот, корни вернулись. Проросла. Да, да, то есть в другие сферы жизни. Если мы говорим о какой-то динамике, да, может быть, это изначально у тебя так сложилось, картина психологическая, но тогда действительно, как диагностика жизни, да, есть такой фильм, комната называется, с Томми Вайзо, и там вот есть интересный-интересный момент, когда Томми спрашивает, how's your sex life? То есть, вот просто ни с того, ни с сего, он просто заходит в комнату и спрашивает друга, ну, что, как там у тебя? То есть, мне кажется, что теперь в этом есть смысл, да, то есть, how's your sex life? Я просто представляю, что если мы заходили там в гости куда-то, и вместо того, что как дела, how's your sex life? Да, 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 то есть, по-моему, почему бы и нет? Ну, если там все хорошо, мне кажется, то в других аспектах вполне может быть, что... Мне кажется, есть такая закономерность, то есть, если там не очень, то, возможно, в других областях жизни, а если там круто, то как бы и на работе что-то все как-то складывается успешно, да, то есть, и что-то там, я не знаю, с друзьями отношения какие-то неплохие. Возможно. Но как ты видишь, вот что для тебя разговор о сексе? Мне бы хотелось узнать. Это хороший вопрос. Для меня, ну, во-первых, то, что мы сейчас делаем, это уже в какой-то степени разговор о сексе, по-моему, даже прямой. Ты имеешь в виду с кем-то конкретным или вообще в целом как концепция? И так, так и так, мне интересно. Ну, давай пробуем смодулировать. Как бы я тогда начал этот разговор? Я бы, наверное, начал с желаний человека, то есть, может быть, про отношения, потому что я считаю, что секс – это неотъемлемая часть отношений, здоровых в том числе. И, наверное, потихонечку, потихонечку переходил бы к тому, что тебе нравится, то есть, из какого-то позитивного ключа, и почему это, в принципе, хорошо. И дальше я бы начал, наверное, своими какими-то вещами делиться, что для меня важно, то есть, в этом процессе, потому что, открываясь сам, ты помогаешь собеседнику открываться. Я больше про механизм говорю, да, наверное, не про сам секс. Нет, это нормально. Мне как раз вот это было интересно, да. Да, то есть, и когда, и самый важный момент ключевой, когда происходит такой щелчок, звоночек, когда ты понимаешь, что ты не слишком отличаешься от другого человека, неважно, какой он пола. То есть, вы находите common ground, какое-то общее основание для, и вот от этого уже можно отталкиваться, здесь начинается волшебство и магия, то есть, вырабатывается немножечко доверие, и уже как-то уже интересно об этом говорить. Я, честно говоря, затрудни, не знаю, как говорить с детьми об этом. У меня есть две сестренки, да, но не знаю, не думаю, что это моя функция на самом деле, я жена. Согласна. Я родитель. Вот. Я помню, как мой племянник спросил у меня, для чего нужны прокладки. Я такая задумалась, я ему начала рассказывать о физиологии, то есть, что там у женщин происходит выделение, тра-та-та. А потом почему-то решила, что это тоже не моя функция, свернула эту тему, сказала, ну тебе мама подробнее расскажет. И сейчас, на самом деле, жалею об этом, потому что, если он спросил у меня, то, возможно, мне и стоило об этом рассказать. То есть, он доверился тебе, да, в какой-то момент я у тебя могу спросить о том, что мне действительно интересно узнать. Да, в этом смысле есть. То есть, это хороший момент, если меня спросят напрямую, я постараюсь ответить, дать развернутый ответ на этот вопрос, а не выходить, ну, ты там, ну, подрастешь, узнаешь, как вот обычно говорят. Означает, означает, что ты... Никогда. Да. Я тебе никогда об этом не расскажу. Ну, ошибок сделаешь своих, ну, поймешь. Что? Забеременеешь в 16 минут. Да, да. Научишься. Какой ужас. Да, действительно. Ну, и вот, это же, опять, тот же самый аспект понимания, к чему может привести, да, секс. Это, то есть, я знаю, ну, у меня, по крайней мере, такой достаточно сильный страх забеременеть, когда я этого не хочу. и, соответственно, за БПП. Да. Я могу сказать, что у меня абсолютно такие же страхи, ну, кроме того, что не я беременеюсь, очевидно, а твой партнер, то есть, действительно, это, это действительно страшно. Да, вот, ты произнес, действительно страшно, и прям, пятка, может быть, это не самое подходящее слово, но это на самом деле страх. Это страх. Я не могу по-другому это назвать. Но и тревога появляется, честно говоря. это, это не попкорн жарить, да, то есть, это действительно какой-то такой важный процесс, причем настолько важный, что мне даже как-то странно, почему о нем не говорят. ну, то есть, с точки зрения психологии, конечно, он такой, вот, знаете, айсберг, это верхушка, да, то есть, на два дуя торчит, а под ним столько всего уложено именно в сексуальное взаимодействие, в сексе, в кое-то седа, то есть, что мы как будто бы находимся в комнате, в которой стоит огромный слон. Мы такие, типа, нет этого слона, нет, так вот протискиваемся мимо него, да, я всегда так хожу. То есть, мы как будто вот такие, да нет, нет, ничего, тут никаких слонов. А чем вы вообще люди? Да, сексы? Какие сексы? Да, и здесь тоже такой момент, что просто-напросто я замечала, да, что, по крайней мере, на страничках сексологов самые большие хейтеры это счастливые мамочки с детьми, которых, возможно, после родов или по каким-то другим причинам пропало вот это вот сексуальное желание, и вот это, мне кажется, вот это желание отгородиться от этой сферы, это в первую очередь нежелание признать, что у меня самой с этим проблемы какие-то, что у меня самой сложности, я не могу получить то, что я хочу, и, соответственно, лучше я на кого-то наору, чем я буду решать эти проблемы. Это интересная мысль. Мне кажется, что в этой ситуации есть два аспекта. Первый, опа, я успешная женщина, я свою сексуальную функцию выполнил, детородную, у меня есть ребенок, а у вас что, пихаетесь там туда-сюда? Вторая мысль. Очень легко нападать на человека, который открылся. Очень легко бить в открытую грудь, потому что люди, которые разговаривают о сексе, они открываются. Конечно, очень просто сказать да, хе-хе, хе-хе, и там бросаться друг к другу, потому что сам-то ты в безопасности, ты не говоришь о том, чего ты хочешь. В безопасности. Да, то есть, а человек, который говорит о том, что мне нравится это и это, его очень легко назвать там извращенцем, да, не знаю, гомосексуалистом, кем угодно. Это очень просто. По сути, позиция слабая, мне кажется. Мне кажется, вот из-за этого, да, то есть, если возвращаться опять-таки к СССР, там любое неправильно сказанное слово могло привести к тому, что тебя, твою семью отправят в... Ну, тебе просто не станет. И вот эта вот боязнь открыться, боязнь того, что меня отвергнут, что меня там выкинут на обочину жизни, я скончаюсь там бомжом в нищете, она очень глубоко сидит. Но, опять же, без вот этого открытия, без открытости нет доверия и не возникает глубины, как мне кажется. То есть, вот этого какого-то, какой-то такой взаимный, очень проникающий во всех смыслах слова... Да, да, танца. Такой вот, даже не химия, я бы сказала, алхимий. Может быть. Да, действительно. Я абсолютно согласен с тем, что ты говоришь. Единственное, маленькую такую out of topic добавлю тему, что, к сожалению, мне кажется, мы наш советский опыт до конца не осмыслили. То есть, мы не поняли, что произошло, что происходило, что было так, что было не так. И поэтому это как непрожитый опыт, который висит у нас до сих пор на плечах. И мы как бы его несем в нашу современную Советную Россию и думаем, что-то как-то, блин, тяжело. Если нам не повезет, все идет к тому. Не будем о политике. Не хотелось бы, да, не хотелось бы повторения чего-то там. Мне кажется, надо переосмыслить такие вещи для себя. Ну ладно, это out of topic. Действительно, именно мы же про Россию говорим, мы с тобой русскоязычные люди, да, то есть, поэтому культурный аспект очень важен, как мне кажется, в обсуждении этого вопроса. Ну да. Еще у меня была мысль именно в разговоре о сексе, да, о том, что многие желания какие-то воспринимаются людьми как ненормальные. То есть, допустим, и у нас очень много каких-то стереотипных суждений по поводу этого. Допустим, девушки боятся признаться, что им нравится анальный секс, потому что кажется, что это что-то грязное, что если я позволю сделать это партнеру, значит, он меня будет считать шлюхой и так далее. И это опять же исходит, опять-таки, из культурных вот каких-то контекстов. Ну здесь про стигматизацию в том числе, да, то есть, меня будут считать кем-то там, кем я не хочу, чтобы меня считали. Да. И вот к чему еще об этом завела речь, потому что девушка так думает, но не спрашивает, не говорит, во-первых, об этом своему партнеру, а во-вторых, не спрашивает, будет ли он действительно ее так считать. Ну да. Развратный и так далее. Да-да-да-да-да-да-да. То есть, нету диалога, да, какого-то эффективной системы, ну вообще выяснить, да, взаимоотношения, что ли, общения как такового. Да. И мне кажется, именно поэтому, чтобы, во-первых, с себя снимать вот эту пленку какую-то ненормальности и понимать, что это, блин, это окей, если это не нарушает уголовный кодекс, это окей. Да. Поэтому и стоит говорить, во-первых, с собой признавать свои желания, во-вторых, с партнером и, в-третьих, вот как мы с тобой, да, знакомые люди в какой-то дружественной обстановке и понимать, что другому человеку это вообще-то нормально. Это никак не нарушает его границ, моих границ и это, в принципе, тема для разговора, которая расширяет, опять же, какие-то рамки восприятия. Я бы, наверное, еще добавил мысль о том, что следует учиться. То есть, в том числе, то есть, как сказать, изучать, скажем так, опыт других людей, да, то есть, узнавать об этом. Может быть, даже через те же самые, там, пурно-сайты. Ну, хотя бы узнать, что и так тоже бывает. То есть, а потом уже выработать отношение к этому, нравится, не нравится, хочется, не хочется. Но просто увидеть, что, блин, у людей много кинков. там люди очень странные. Я читаю книгу сейчас про Пелевина, там, лампу Муфисаила. У него происходит момент, когда он становится дендрофилом, то есть, его сильно возбуждают деревья. То есть, он там ходит по лесу голышом, стопором, короче, там, лежит на бревнах, которые так с малой пропитаны. То есть, как бы, люди разные. Ты замечал, что деревья очень сексуальные? Есть очень сексуальные деревья. Парочку знаю точно. Мы сейчас не про бревна. Да. Я понимаю, о чем ты. Я просто иду, когда я иду с работы, определенным маршрутом, там есть береза, которая вот так вот, такой развилочкой. Затем бывают очень всякие интересные такие сплетения, которые много о чем напоминают. Поэтому... И вот еще, мне кажется, зачем, почему стоит говорить? Потому что сексуальность это вообще-то важная часть жизни. Конечно. И она не только во мне, в людях, да? Она везде. В любых абсолютно аспектах. Я, допустим, не знаю, там смотрю на цветок, пестики, тычинки, и это уже какой-то сексуальный символ может быть. Может быть, да. Действительно, мне нравится моя... Сам себя похвалил. Мне нравится метафора со славным. Он есть. Он есть. Мы просто как будто бы не замечаем. Я думаю, что его тут нет. Действительно, все пропитано, да? Там кино, реклама, да? В рекламе ты там побрился, к тебе пришла девушка красивая, да? Или там сейчас есть реклама, по-моему, освежителя воздуха, что ли. Женщина освежительным воздухом брызгает, к ней заходит чувак такой, качок в полотенчик, такой, ну что ты? Вкусно пахнет у вас. Я, пожалуйста, то есть смотри, мысль такая, покупаешь наш продукт, в сексе будет все шикарно у тебя. То есть дзень-дзень-дзень-дзень, то есть нас цепляют за эти вещи. Да. И вот, кстати, вот в этом аспекте, мне кажется, важно понимать, опять же, что мне нравится, да, что на самом деле меня привлекает, и чтобы не цепляться за это. Чтобы тобой не манипулировать, ну хотя бы не настолько эффективно. Да, чтобы, опять же, быть свободным от этого. Действительно, то есть про свободу, да, то есть понимание самого себя, своих кинков, да, того, что тебе нравится, не нравится, это дает тебе свободу выборов прежде всего, да, то есть это хорошая мысль, мне она нравится. Ну что, я думаю, что пора закругляться, прям, было очень круто с тобой поболтать на эту тему, я словила для себя несколько открытий даже. Я тоже, я тоже, спасибо за такой опыт, спасибо за приглашение, было очень интересно, классный опыт, зови еще. Обязательно. Ну, прощаемся со зрителями, да, они же здесь есть. До свидания, ребята!